В Карагандинской области сегодня ночью и днём были перекрыты 10 участков республиканских автодорог для всех видов транспорта. Причиной был сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Снег – плохая видимость. А в городе жители жалуются на плохую очистку от снега. В последние дни погода отыгралась за всю зиму. Если до этого в Карагандинской области было необычно мало снега, то за три дня выпала почти месячная норма. На загородных трассах была нулевая видимость, и они перекрывались практически по всем направлениям. Выставлено 17 постов, остановлено движение, 466 единиц техники. В них находились 760 человек. В Доме культуры посёлка Сокаровка размещены 15 человек. И в общежитии и колледже посёлка Нура 7 человек. Проведено 6 аварийно-спасательных работ, в результате которых спасено 38 человек, из них четверо детей. По данным полиции, всего в Буран попали полторы тысячи человек и около тысячи транспортных средств. А в городе люди и машины вязли в снегу. Со вчерашнего вечера на дорогах в часы пика не только выстраивались километровые пробки. Часто причинами становились переметы. Про погодные условия все были предупреждены и знали. И когда это свершилось, почему-то не делают никаких действий. Выехать со двора, вообще не выйти, не выехать просто невозможно. Утром никто ничего не чистил. Еле выбрались. Машина стоит возле дома, потому что тяжело. Вроде нормально чистят. Чистят, все хорошо? Ну, имеется в виду большие автодороги открыты. А чуть поменьше? А поменьше, ну вот вы же видите. Центральные дороги только чистят. Всё. На машине тяжело. Особенно во дворе, да. В этом плане есть отставание у нас по сравнению с другими городами. Вот дороги не успевают чистить. Каждый день снег, уже третий день мучаемся. Сложно. Ещё никто не пропускает. Везде пробки. Карагандинцы уверены, что коммунальные службы не справляются с очисткой дорог и тротуаров. В районных Акиматах не согласны. В районе имени Казыбекби работают 150 единиц техники и 100 рабочих. В районе Алихана-Букихана 49 машин и 43 дорожных рабочих. Вчера снега вывезли в три раза больше, чем до Бурана. Подрядчики, конечно, как сказать, от нас зависит, как они будут работать. Мы их, чем их больше будем подгонять, тем они будут шевелиться быстрее. Это как работа всё-таки. Ежедневно ведётся, не останавливается. Ладно быть, подрядчик совсем не работал, отказывался от работы. Но тут подрядчики, в принципе, все реагируют. По мере поступления заявок, допустим, нам на диспетчерскую службу сразу поступают заявки, а нам не отправляют. Мы уже в работу подряд в районе скидываем. Но в течение дня уже отрабатываются, работа ведётся. Техника у нас работает в круглосуточном режиме. Как бы таких затруднений, заторов у нас на территории района не имеется. Вся спид только перед сменкой. Когда у нас маршрут идёт с города Майкадук, и пришла с кадра за 15 мая, там вся спид чуть-чуть, спецтехника стоит. После потока автомобиля приступает опять к очистке дорог. У нас сейчас погоны по 5-6, как дорог друг за другом идут. Сильных нареканий у нас нет, но у нас есть какие-то замечания. Совместно с дорожной полицией города Гровяны в ночное время был проведён объезд в целом по району. И сразу по месту ночью с ними отрабатывали полместа. По словам чиновников, согласно правил благоустройства, после остановки Бурана подрядчикам даётся 96 часов на вывоз снега. То есть, если сегодня снегопад прекратится, у них есть трое суток на очистку. В Акиматах уверяют, что реагируют на каждую заявку жителей о заторах, в том числе в многоэтажных дворах и в частном секторе.